МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости в студии Гульноджакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. До 2020 года в карагандинском регионе приватизируют 41 объект. Чем недоволен, о кем области, вы узнаете из следующего материала. Вы говорите, один раз мы выступили, провели семинар, и все. Это не работа. Крупное ограбление. В Караганде обокрали торговый дом Олем. Что унесли преступники, вы узнаете скоро. Чего хотят карагандинцы? Почему реклама мешает им жить? Расстражает не только, по-моему, пешеходов, но и тех же водителей. Обо всем подробно. До 2020 года в карагандинском регионе приватизируют 41 объект. Об этом на аппаратном совещании доложил руководитель Управления государственных активов и закупок Мурат Кадеков. С его слов, за период с 2014 года в бюджет области поступило более 88 миллионов тенге. Имущество областной коммунальной собственности продано на более 70 миллионов тенге. Приватизация продолжается. В настоящее время чиновники проводят оценку рыночной стоимости недвижимости юридических лиц. Те объекты, которые не были приватизированы, также включены в перечень. До 2020 года планируется приватизировать 41 организацию, в том числе 9 областных и 32 районных коммунальных собственностей. Эти организации планируются продать методом электронного коммерческого тендера или аукциона. В рамках данного поручения нами рассмотрен вопрос о включении в расширенный список объектов приватизации организации коммунальной собственности и объектов недвижимости, не реализованных в 2014-2016 годах, в частности предприятия в сфере образования, спорта и здравоохранения. Вместе с тем, в соответствии с постановлением правительства страны, местные исполнительные органы могут реализовать объекты в форме государственно-частного партнерства. То есть желающие могут приватизировать недвижимость для открытия садиков, больниц и других социальных объектов. Аким области Нурмухамбет Абдебеков остался недоволен проводимой работой. По его словам, людей нужно привлекать не сухими словами, а качественной рекламой. А если не знаете, как работать, нужно спрашивать у соседей из других регионов, добавил он. Бизнес-план назовите его, или еще что-нибудь этим предпринимателями отправлять, сказать, слушай, приватизируйся объект, можно то сделать, бизнес какой-то развить. Вот тебе прообраз этого бизнес-плана, что мы думаем, можно было бы там сделать. Пожалуйста, у человека тогда какая-то фантазия начнется. В рамках второй волны приватизации также проводится работа по продаже объектов недвижимого имущества. По решению комиссии по вопросам оптимизации субъектов квази-государственного сектора и объектов государственной недвижимости по Карагандинской области, приватизации подлежат еще 75 объектов. Аймамрина Улжас-Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. 28 марта первый заместитель Акима области Асалбек Дюстюбаев провел совещание по итогам социально-экономического развития области и показателям экономического роста за два месяца текущего года. Подробнее в сюжете. На совещании присутствовали руководители областных управлений, департамента статистики, а также Акимы городов и районов в режиме видеоселектора. За январь-февраль 2016 года обеспечен рост экономики области за счет увеличения выпуска продукции. В промышленности на 6,8%, в сельском хозяйстве на 0,4%. В обрабатывающей промышленности увеличен выпуск продукции на 10,9%. В разрезе отраслей достигнут рост на 9% в производстве продуктов питания. На 8,2% в легкой промышленности. На 32% в производстве фармацевтических продуктов. На 29,9% в производстве резиновых и пластмассовых изделий. На 12,7% в металлургии. На 76,4% в машиностроении. В сельском хозяйстве увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 1,7%. Лошадей на 6,1%. Поголовье птицы сохранилось на уровне прошлого года. На 1,6% увеличилось производство мяса. На 3% молока. В целом произведено продукции сельского хозяйства на 19,1 млрд тенге. Рост производства обусловлен увеличением объема продукции животноводства. В текущем году продолжается работа по реализации плана мероприятий по обеспечению экономического роста городов и районов на 2016 год. На текущий год запланирована реализация более 340 мероприятий по всем отраслям экономики. Ведется ежемесячный мониторинг объемов по 220 видам продукции. Анализ планов мероприятий по обеспечению экономического роста за 2 месяца текущего года показывает, что принятые плановые показатели в основном регионами выполняются. И по итогам первого квартала вы должны по данным показателям не подвести в первую очередь своих руководителей Ахимов и лично себя и по итогам первого квартала выйти на запланированный параметр. По итогам совещаний Ахимам городов и районов, руководителям областных управлений, было дано поручение обеспечить положительную динамику социально-экономических показателей развития области на предстоящий период, качественное и точечное исполнение взятых плановых обязательств по обеспечению экономического роста. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Сегодня председатель комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан Владимир Беккер представил территориальным подразделением Карагандинской области нового начальника департамента ПЧС. Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан на должность начальника департамента ПЧС Карагандинской области назначен Кульшимбаев Ибрагим Далкесович. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Впервые в Караганде. Выставка экзотических животных. Ежедневно с 3 марта по 2 мая. Торговый центр Ситимол. Третий этаж. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Караганде ограбили крупный торговый дом, специализирующийся на продаже золотых изделий. Объектом нападения преступников стал торговый дом «Але», расположенный около центрального рынка. По информации ДВД области, грабители вынесли из 10 бутиков золотые украшения и парфюмерию. Сумма ущерба пока подсчитывается. На месте работают оперативники. Людей в магазин не пускали до двух часов, огородив его желтой лентой. Центральные входные двери разбиты. Владельцы бутиков прячутся от камер. Бизнесмены не хотят комментировать произошедшее. Они стоят по 2-3 человека и ждут открытия торгового дома. По неподтвержденной информации, после ограбления пропал и молодой охранник, который недавно устроился в «Але». Но полиция данный факт никак не подтверждает с их слов. Преступление было совершено в период с 19.00 до 23.00 часов. На сегодняшний день сумма ущерба устанавливается. Материал зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. Руководством ДВД Карагандинской области создана следственная оперативно-расследовательная группа из числа опытных сотрудников по раскрытию кражи чужого имущества. Еще одна трагедия произошла в Караганде. Водитель КамАЗа насмерть сбил 11-летнего мальчика. Инцидент произошел в Октябрьском районе. По данному факту проводится досудебное расследование. Назначен ряд необходимых экспертиз. 55-летний водитель грузовой машины совершил наезд на ребенка, который шел по обочине дороги. От полученных травм он скончался на месте. Уголовное дело будет направлено в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд. По факту дорожно-транспортного происшествия, которым погиб 11-летний ребенок, проводится досудебное расследование. Назначен ряд необходимых экспертиз. Уголовное дело будет направлено в прокуратуру для дальнейшего направления в суд. К другим новостям. Карагандинцы требуют от Акима полностью запретить звуковую рекламу на улицах города. Горожане написали открытое письмо в интернете. Мы, как граждане и жители нашего города, имеем право на благоприятную для жизни и деятельности окружающую среду. Звуковая реклама из-за своей навязчивой природы нарушает это право. Поэтому мы требуем полностью запретить звуковую рекламу вне помещений и общественного транспорта, включая звуковое сопровождение рекламных дисплеев. Подумайте о лице и атмосфере города. Давайте сделаем так, чтобы в нем было приятно находиться, говорится в письме. С подробностями Аймамрина. Громкая и навязчивая реклама стала настоящим кошмаром для карагандинцев. Более 200 человек подписали открытую петицию на имя Акима города Нурлана Убакирова с требованиями запретить навязчивое обещание. Громкоговорители расположены в самых людных местах города, в частности на остановках и перед крупными торговыми домами. Реклама идет с повтором каждые 10-15 минут. Не навязчивый на первый взгляд текст легко приедается и надоедает. Нет, я серьезно говорю, раздражает. Она вот это вот что-то слушает, что ли? Она орет, орет. Здесь люди тоже живут. Раздражает не только, по-моему, пешеходов, но и тех же водителей. Я бы подписала, чтобы ее не было, потому что она действительно напрягает. Реклама должна быть такой, во-первых, чтобы она была заметна, но в то же время, чтобы она не мешала. По телевизору или где-то там, может быть, красивая реклама на стендах. Но вот это то, что кричит, это, конечно, совсем не важно. Не все время хочется слушать, потому что дома этого гвалта и всего хватает в своем, если домохозяйка в доме, и хватает того, что в доме делается. Так что действительно. Конечно, рекламных счетов очень много. Неприятно просто на это все лишний раз смотреть, что это лишнее. И рекламу, конечно. Вот она говорит безоговорочно. Также в городе очень много жалоб по поводу LED-экранов. Водители говорят, что мерцающие телевизоры слепят их и отвлекают от дороги. Однако Акимат поясняет, что с владельцами экранов ведутся постоянные беседы, и они делают их менее яркими. Но, видимо, действенность этих бесед кратковременна. Я сам водитель. Что же отвлекает от дороги, как я говорил? Что именно отвлекает? Ну, все равно вот эти вот вспышки быстрые, особенно если ночью вот едешь. Мешает. Я считаю, что это тоже мешает. Особенно в вечернее время, когда она ярко бьет в глаза, я считаю, что это сбивает водитель. Со слов главной художницы Караганды Юлии Плужниковой, при замерах с соответствующими структурами уровня шума, норма, установленная законодательством, не превышается. Все проводимые замеры соответствуют требованиям гигиенических нормативов, физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Выдача разрешительного документа на размещение звуковой рекламы законодательством не предусмотрено. Соответственно, разрешение не требуется. То есть наши предприниматели, объекты, субъекты малого и среднего бизнеса, размещая данные громкоговорители, если они в нормах звукового шума, они не запрещены. Также она рассказала, что Акимат уже направил в соответствующий орган предложение по внесению изменений в правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов. В части недопущение транслирования звуковой рекламы в радиусе 500 метров от жилых домов, больниц, детских и образовательных учреждений. Теперь эти ограничения должны поддержать депутаты. Правда, когда это произойдет, пока неизвестно. Аймамлина Исламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Настоящим подарком для жителей села Теректэ Каркаролинского района стало празднование Наурыза. Был организован целый ряд мероприятий, на реализацию которых потрачено около 5 миллионов тенге. Это казахские традиционные угощения, народные забавы, песни и танцы, спортивные состязания. Подробности народной гулянии вы узнаете в следующем сюжете. Для праздника была построена специально оборудованная сцена. Жителям подарили красочную концертную программу. Для них выступали артисты концертного объединения имени Кали Байжанова и театра имени Сакена Сейфулина. По всей округе были рассыпаны юрты, где угощали традиционными казахскими блюдами. Инициатором и спонсором празднования выступила компания «Алтай Полиметалл», которая добывает полезные ископаемые на месторождениях Кокташал. Организаторы уверены, что подобные мероприятия будут проводиться чаще, ведь это помогает народу быть сплоченным. Комбинат старается, чтобы на благо народа, вся силу, чтобы поселок был в будущем городского типа, вся канализация, вода, освещение, как в городе, чтобы жили наш народ. Так что мы стараемся, комбинат в дальнейшем еще на улучшение жизни народа. В селе Теректы построен административно-бытовой комплекс. Он включает в себя спортивный зал, бассейн, караоке-бар, бильярдный и концертные залы. Пока жители веселились на концерте, для любителей спорта прошел турнир по казахку Ресы. В соревнованиях приняли участие спортсмены всего района. Чемпионами турнира стали Едыгес Сыздыков и Али Кускубаев. Победители получили денежную награду в размере 500 тысяч тенге. Спасибо всем за праздник. Я очень рад. Доволен тем, что у нас очень дружные жители. Все очень понравилось и хочу поблагодарить за спорткомплекс. Желаю всем побед во всех начинаниях и поздравляю всех с наступлением весны. Со времен основания поселок Теректы значительно вырос. В нем есть все для комфортного проживания. Построены магазины, супермаркеты, школы и детские сады. Есть развлекательные комплексы. В скором времени планируется начать строительство собственной больницы и поликлиники. А сердце Замбаева Александра Цирикидзе – первый карагандинский. Юные музыканты вернулись на родную землю с 25 наградами. В Алматы прошел республиканский детский музыкальный конкурс. О его итогах и волнениях участников расскажет Екатерина Афанасьева. Аблай Есетов учится в шестом классе специализированной музыкальной школе-интернате. Все эти шесть лет мальчик посвятил музыке. Кобыц считает самым красиво звучащим инструментом. В его репертуаре – композиции великих музыкантов. Он в точности передает всю силу и полноту чувств, заложенных в ноты древних произведений о бескрайней степи Казахстана. На конкурсе в Алматы юный кабызист занял гранд-при. Главная награда стоила Аблай многих сил и лет подготовки. Когда я вышел на сцену, я думал только об одном – чтобы имя Караганды звучало в устах у каждого человека. Мне нравятся такие конкурсы, я хочу и дальше участвовать, и не только в республиканских. Соперники в этот раз были сильные, особенно с Алматы, но я справился. Мои учителя сказали, что я лучший. Не стоит бояться. Региональный научно-практический центр Дарын ежегодно проводит республиканские музыкальные конкурсы. Основная идея конкурса – это выявление одаренных детей в области музыкального искусства, повышение исполнительного мастерства, а также развитие творческого потенциала юных музыкантов. В этом году конкурс проводился по двум номинациям – народные инструменты и струнные. Конкурс – это всегда праздник, это всегда испытание для детей, которые приезжают, потому что мало подготовиться к конкурсу, очень хорошо. Еще нужно уметь себя реализовать, вообще, учтите, что чужой город, чужие концертные залы, вот, все это не просто для ребят. Всего в конкурсе приняло участие 199 одаренных детей в возрасте от 11 до 18 лет. Карагандинцы достойно представили свою область. Из 27 человек 25 завоевали призовые награды. Лауреаты, награжденные дипломами 1, 2 и 3 степени, получили образовательные гранты в высших музыкальных учебных заведениях Казахстана. Я думаю, что дети справились с главной задачей, они защитили честь нашей области, не только школы, но и нашей области, нашего города в целом. Преподавательский состав и состав жюри, конечно, были приятно удивлены. Уровнем, очень достойным уровнем нашей школы, нашей области. Участников конкурса оценивали профессорско-преподавательский состав ведущих учебных заведений Казахстана из числа заслуженных деятелей искусств и культуры. Екатерина Афанасьева, Жаксолык-Нурта, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Столетие известной картины Казимира Малевича «Черный квадрат» отметили в областном музее изобразительного искусства. В честь этой даты организована выставка «50 на 50». Экспозиция выставки «50 на 50» состоит из 155 предметов и охватывает все пространство музея. Под потолком располагаются три супрематические плоскости – желтая, синяя и зеленая. На входе главная композиция – красный, белый, черный квадрат. Его соорудили из пенопласта. Автор концепции и разработчик дизайна выставки – Александр Титарев. Архитектор встречал посетителей у входа и воодушевленно рассказывал о важности выставки. Я понимал, что я должен это сделать, меня никто не просит. В сентябре месяце я сделал макет там, он в углу стоит, вот это общая экспозиция, выставки. То есть мы такого в Карагане никогда не делали, мы развешивали просто картины на стены, вот все время. Это впервые мы так сделали. Вот вам яркое воплощение теории супрематизма. Экспозиция включает в себя произведения из музейных фондов, а также работы, представленные художниками, архитекторами и дизайнерами Караганды, Санкт-Петербурга и Риги. Виктор Арендт – один из организаторов выставки. Он своими руками сооружал супрематические плоскости и стены для того, чтобы выставка побудила посетителей к творчеству и поиску новейших направлений в искусстве. Художник предоставил три свои картины. И все, что мы делаем, это на нашей инициативной основе и в поддержку нашей культуры и изобразительного искусства. Жансая Абдебекова – студентка Карагандинского колледжа искусств имени Таттимбета. Изобразительным искусством девушка увлекается давно и подобные выставки старается не пропускать. Я сегодня пришла на эту выставку, я узнала новых художников, открыла для себя что-то новое. Такие картинки шикарные, они мне очень понравились. Половину экспонатов выставки составляют работы реалистического направления 50-60-х годов 20-го столетия. Вторая половина – работы современных авторов, авангардистов. Различные экспозиции охватывают временной промежуток в 60 лет. Возможность посетить выставку 50 на 50 у карагандинцев будет до 2 апреля. Екатерина Афанасьева, Исламбека, Спан Александр Церекидзев, 1-й карагандинский. Карагандинцев приглашают посетить городскую ярмарку свободных рабочих мест и вакантных должностей. Вас ждут 30 марта в 10.00 в здании спорткомплекса имени Нуркена Абдирова по адресу проспект Бухажирал, 53. И еще одно сообщение. 30 марта 2016 года на площадке службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан состоится пресс-конференция «Практическая реализация плана нации 100 конкретных шагов». С 28 марта работает колл-центр, который принимает вопросы для пресс-конференции. Номер единого контакт-центра – 1414-8880-7777. По всей территории Казахстана звонки бесплатные. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амазов Болинстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова